Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим, безусловно, ключевое событие этой недели, выступление Джерома Пауэлла в Джексон Холле, которое прошло вчера. То, о чем он сказал и то, как среагировали на это рынки, обсудим в сегодняшнем выпуске. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить добавление следующих видео. Итак, вчера в Джексон Холле состоялось выступление Джерома Пауэлла, это ежегодное выступление председателя Федеральной резервной системы, на котором говорится о текущей ситуации, о планах на будущее. Ну и в принципе это может задать определенные тренды на дальнейшие действия ФРС в формате монетарной политики, ну и тех действий, которые ФРС может совершать. На самом деле предпосылок для коррекции было достаточно много и мы обсуждали это в предыдущих видео, но глава ФРС фактически опроверг эту ситуацию и что на текущий момент, если резюмировать, дает продолжение предпосылок на рост фондового рынка, падение американского доллара, то есть фактически то, что тренд сохраняется. Итак, что же было сказано? Во-первых, по поводу ставок. Многие ожидали с точки зрения борьбы с разгоном инфляции, ожидали повышения процентных ставок, но Джером Пауэлла подтвердил намерение сохранения ставок на минимальных значениях и разгона инфляции до чуть более высоких уровней, чем 2%. То есть ее скорее всего искусственно будет разгонять, потом уже как только инфляция будет чуть выше, ну чтобы она не сразу же уменьшилась, начнут повышать процентные ставки. Если мы с вами посмотрим на фьючерсы на процентную ставку, то есть мы об этом тоже уже говорили, фактически здесь все осталось без изменений. Ближайшая дата, которая здесь зафиксирована, это 17 марта и до этих значений пока рынок не ожидает каких-либо изменений с процентной ставкой. Еще одна из ситуаций, с которой будет также бороться ФРС, и которые ставят перед собой в углове угла, это борьба с восстановлением рабочих мест, с восстановлением безработицы, которая сейчас находится на рекордных уровнях, порядка 32% все еще. Ну и вчера также вышли данные по числу заявок на пособие по безработице, которая составила, которая фактически соответствовала прогнозу, который ожидался. Прогноз был 100, ну чуть больше миллиона, вышло 1,6 миллиона. Фактически здесь составились рамки, поэтому сейчас ФРС будет делать все возможное, чтобы сохранить как раз и нарастить рабочие места и вновь вернуть людей на работу, что называется. Поэтому стимулирующие меры продолжаются, вчера на этом фоне подрастает фондовый рынок, подрастает компания-аутсайдеры, которые были в этом году, как круизные компании, компании из авиаотрасли. Ну и в целом также мы видели вчера вновление локальных максимумов по индексу S&P 500. Ну а теперь давайте посмотрим с точки зрения текущей ситуации, с точки зрения основных инструментов, которые мы рассматриваем, что сейчас происходит и что мы можем ожидать. Ну фактически по евро мы с вами обсуждали то, что если цена сможет удержаться, то есть выше области поддержки на 1,17, то продолжение роста здесь у нас будет сохраняться. Фактически сейчас ничего на рынке не поменялось. Вчера была также повышена волатильность, сначала мы попытались уйти вверх, затем и ушли вниз, но не ушли ниже минимальные значения, которые были 21 августа сформированы, что фактически на текущий момент сохраняет также сценарий восходящего движения. Сейчас евро также подрастает, но и следующие цели роста здесь 1,19,60. Поэтому стратегия также покупать на коррекциях остается. Единственное, что в формате данной валюты пары я не входил, не ставил отложены ордера, так как не было сигнала на продолжение роста как раз до момента публикации данной, ну до момента данного выступления. Такая ситуация была по паре доллар-иена и по золоту, об этом я тоже расскажу чуть позже. Поэтому сейчас по евро тренд восходящий также сохраняется и пока локально в среднесрочной перспективе мы видим движение на 1,19, 1,20. По британской валюте также мы продолжили двигаться в восходящем тренде. И тот сценарий, о котором мы тоже говорили, восходящий, он пока сохраняется. То есть мы не ушли ниже минимальных значений, которые были сформированы. То есть видим устойчивый сохраняющийся тренд и сейчас уже торгуемся выше максимальной значений 19 августа. Локальный максимум, который здесь как следующая цель, это движение в область 1,35. По паре американский доллар-канадский доллар также здесь сохраняется полностью нисходящий тренд, нисходящая формация. Но, к сожалению, не было хороших коррекционных уровней для входа на продажу, а иначе бы я, конечно, в эту пару тоже вошел. Следующие цели по снижению находятся в области минимальных значений, которые мы видели в декабре прошлого года. Это область 1,29,25. Продолжаем снижаться туда. Соответственно, возможности входа на коррекция также рассматриваю, но, конечно же, не сейчас, потому что уже движение нисходящее здесь полностью продолжается. И мы будем продавать по самым минимальным значениям. По паре американский доллар-японская иена здесь как раз в эту валютную пару тоже я входил. Мы были довольно-таки в хорошем коррекционном уровне, то есть не на минимальных значениях, как по остальным инструментам, а коррекционный уровень здесь, в принципе, был довольно-таки неплох. И, что немаловажно, как раз до момента выступления Джерома Паула был получен сигнал на то, что цена может продолжить свое нисходящее движение. Это как раз начало торгов четверга, то есть мы закрепились ниже значения среды, затем пошла коррекция. И тут на случай как раз данного коррекционного движения, повышенной волатильности, я поставил отложенный ордер на область 106,28 со стоп-лосом как раз за локальными максимумами. Здесь я в формате данной ситуации, в формате данных новостей, я не ожидал ухода выше как раз данных уровней. Поэтому здесь, с точки зрения моей ситуации, сработал стоп-лос, но в целом картина все равно остается нисходящей. Поэтому для тех, кто смог продать, возможно, чуть повыше, возможно, чуть выше ставил стоп-лос, то фактически имеет смысл также продолжать держать данную позицию. Здесь я в таких ситуациях, особенно при торговле на новостях, предпочитаю не оставаться. У меня всегда стоит жесткий стоп-лос, который в данном случае я и использовал. Возможно, имело смысл поставить стоп за локальные максимумы, которые были как раз в середине августа сформированы. Мы видим, что цена не ушла выше данных уровней, но тогда и вход нужно было ставить ближе. Тоже для себя возьму эту ситуацию на вооружение и в последующие ситуации, которые будут в подобном случае торговаться, буду рассматривать установку стоп-лос как раз за среднесрочными уровнями, которые могут быть здесь сформированы также локально. По австралийцу также сценарий наш продолжает действовать. Были предложены мной также покупки от поддержки, где я тоже сделку входил, но вышел из нее с небольшим плюсом. Вышел, может быть, чуть раньше, но тем не менее. То есть пока общее движение также сохраняется, общий тренд сохраняется. Сейчас обновили также локальный максимум, поэтому ситуация покупать на коррекциях по австралийцу пока также сохраняется. Новозеландия тоже вплотную подходит к локальным максимумам. Тоже сценарий продолжения роста здесь сформировался, но, к сожалению, без меня в данном случае. Чуть больше была волатильность, чем я ожидал, поэтому из хорошей позиции, которую я открывал 18 августа, пришлось выйти в нуле. А уже новых ситуаций для входа, к сожалению, рынок мне не дал, поэтому цена ушла без меня, но сценарий также реализуется. Поэтому здесь ожидаю также продолжение роста, вполне вероятно, что вблизи максимальных значений, которые были сформированы в начале августа или также в декабре 2019 года, вполне вероятно, что увидим еще одну волну коррекции, которую будем использовать для входа на покупку, на продолжение как раз тренда. А золото. Вот как раз в золото я вхожу крайне редко, так как довольно-таки большой запас движения по данному активу здесь нужен. Но, тем не менее, вчера также я поставил отложенный ордер, ну, во-первых, позавчера, то есть в среду, цена по золоту смогла закрепиться выше максимальное значение, которое мы видели 25 августа, если это дает при посылке на то, что локально золото начинает расти. И, собственно, после этой ситуации также я поставил отложенный ордер практически по минимальным значениям, которые были сформированы 26 августа, цена дошла практически пункт в пункт до данного ордера. Здесь я торговал от риска, то есть мог поставить и выше, но тогда бы я вышел за пределы как раз той рисковой части, которую я себе могу позволить при открытии позиций. Поэтому вот иногда такая ситуация торговать от риска, она как раз помогает войти порой в очень хорошую, получить хорошую точку для входа. Поэтому золото здесь я продолжаю держать, сегодня в течение дня скорректирую как раз топ-лосс уже ближе к точке входа, для того, чтобы в том случае, если мало ли золота развернется, выйти, ну, для себя, по крайней мере, с меньшим убытком. Но цель по прибыли у меня стоит здесь в область 2000, поэтому вот текущей ситуации ожидаю продолжения роста на 2000. Затем те коррекции, которые будут также сформированы, если никаких изменений с точки зрения фундаментальных данных на рынке не последует, то буду искать также возможность золото покупать по дальнейшим уровням уже на коррекциях. Индекс DAX сегодня с утра корректируется, сегодня мы видим как раз нисходящее движение, то есть вчера какой-то сильной реакции по DAX мы не видели, поэтому по DAX начинается коррекция и, в принципе, эта коррекция как раз может также стать неплохой ситуацией для входа на покупку, но уже по более низким ценам, то есть примерно там из области 2700 было бы интересно как раз 12700, оттуда было бы как раз интересно DAX прикупить. Ну вот начинается коррекция, тоже мы с вами обсуждали то, что вблизи сопротивления на 13214 можем встретить сопротивление по индексу DAX, как раз оно сейчас и реализуется, поэтому сейчас начинается коррекция, буду искать возможность купить по завершению данной коррекции. Ну а индекс S&P 500, в свою очередь, вчера обновил локальный максимум, посмотрим, посмотрим, насколько вот тот позитив, фактически, для фондового рынка, который вчера дал Джером Пауэлл, он получит дальнейшее подтверждение и не учтен ли он уже рынком, да, что немаловажно, но фактически сейчас уже дошли до целевого уровня в 3500, о котором тоже говорили, как следующая цель для роста, даже немного переписали сегодня уже 3512, мы по фьючерсу S&P 500 торговали, сейчас начинается коррекция, но ждем открытия американского рынка для того, чтобы посмотреть, как пройдет дальнейшая ситуация. Вполне вероятно, что здесь может начаться и небольшая коррекция, то есть там 5-6%, в любом случае любые коррекции, которые будут возникать по S&P 500, пока будем рассматривать как возможность покупать на коррекциях. Нефть вчера корректировалась на фоне неблагоприятной ситуации по добыче нефти. В США сейчас ураган и многие нефтяные вышки сворачивают свои производства, поэтому это тоже несколько влияет негативно. Хотя, с другой стороны, если нефть будет добыта меньше, запасы снизятся, то, безусловно, это будет дополнительный позитив для роста по нефти. Поэтому сейчас эта коррекция может быть технической, но в перспективе, то есть также пока цены на нефть продолжают расти, опять же, то потребление, которое было до кризиса, еще не восстановилось, поэтому, в принципе, у нефти перспективы для роста все еще остаются. И я продолжаю держать, ну уж если не нефть, то, по крайней мере, одну из нефтедобывающих ключевых американских компаний, в моем портфеле она есть, покупал по самому минимальному значению в марте, и также продолжу ее держать с перспективами как раз восстановления нефти до 45, 50, 60, ну в целом до 60 долларов, и как среднесрочное продолжение как раз восходящего тренда по нефти. Ну вот такая ситуация к текущему часу, в принципе, неделя у нас выдалась довольно-таки волатильная, довольно-таки интересной, будем ждать, безусловно, открытия американской сессии, посмотреть, как Америка будет отыгрывать как раз те, то, что вчера говорил Паул, как рынок на это будет реагировать, в принципе, мы видим позитив для продолжения роста фундового рынка, перспективы для падения американского доллара, поэтому пока все остается в рамках тех тенденций, которые на рынке и были сформированы. Ну а у меня на это все, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео, не забывайте оставлять ваши вопросы в комментариях, ну и также у нас состоялся на этой неделе вебинар с Александром Элдером, если вы его еще не посмотрели, то на нашем канале обязательно можете это сделать, и также можете принять участие в розыгрыше книги с автографом Александра, который мы разыгрываем каждый месяц, выбираем одного победителя, который предлагает наиболее интересную акцию или интересный актив для дальнейшей торговли. Поэтому смотрите видео, принимайте участие в конкурсе, ну и что наиболее важно, получайте для себя максимально полезную информацию для дальнейших уже действий на рынке. Поэтому всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, увидимся на следующей неделе. Продолжение следует...